МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как начался 2018 год? Самые заметные события января, праздники и рабочие будни, важные даты и перспективные начинания. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Говорим о главном» в студии Олеси Богданова. Обо всем по порядку. Есть такая примета, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Чтобы 2018 был насыщен увлекательными событиями и положительными впечатлениями, в Щелковском районе в период праздников организовали целый калейдоскоп различных мероприятий. За самыми яркими из них следили наши съемочные группы. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В районном культурном комплексе 150 ночишек и девчонок собрались для того, чтобы отметить Новый год и наступающий Рождество. Присоединяйтесь! Вот так энергичные и по-спортивному отмечают Новый год в городе Щелково. Для самых юных жителей состоялось мероприятие под названием «Спортландия», которое прошло на набережной Серафима Саровского, где ребята смогли прийти в участие в веселых играх и увлекательных спортивных конкурсах. Сегодня здесь в районном культурном комплексе Рождественская елка. Ее проводят для семей, в которых много-много детей. Сказка рядом! Новогодние елки главы Щелковского района подарили праздник более чем полутора тысячам человек и родителям, и детям. Первую очередь до ТРСО приглашались дети из малообеспеченных и многодетных семей. Центром притяжения жителей и гостей стала главная площадь города. Интерактивные программы там проходили каждый день. Гостям праздника было на что посмотреть, где поучаствовать. Игры, мастер-классы, концерты не давали скучать ни детям, ни взрослым. Всего в каникулы в Щелковском районе прошло более 400 различных мероприятий, которые, несомненно, дали необходимый заряд позитивных эмоций и бодрости на долгое время. Лучшая вечеринка пока что в этом году, что я видел. Это просто отлично, замечательно. Мне это больше всего нравится. Все радуются из-за подарков. Смысл Нового Года в дарении подарков. Это очень хорошо. Когда собачки выступали. Представление нам очень понравилось. Всех с Рождеством, счастья, здоровья и благополучных детишек всем. Это праздник, который можно отметить всей семьей возле елки. Подарить друг другу счастье. Они очень красивые и хорошо выступали. Мне понравилось. Нам очень понравились животные и артисты. Потому что очень так профессионально и очень интересно, очень для детей. Спасибо большое, очень довольна. Ситуация в районе в дни новогодних каникул оставалась на ежедневном контроле главы Щелковского района. Алексей Валов убежден, у служб, работающих на благо жителей, выходных быть не должно. Внимание обращалось на все. От своевременной уборки улиц до функционирования важнейших объектов коммунальной инфраструктуры. Из старого года в новый. Праздник праздником, а ситуация в районе должна быть под контролем. Сегодня 1 января и каждый день. Лучшая проверка добросовестности коммунальных служб это проверка 1 января. В рамках выездного совещания в первый день нового года глава района Алексей Валов проинспектировал и центральную часть города, и отдаленные микрорайоны. Внимание уделялось всему. Работе управляющих компаний по уборке дворовых территорий, своевременному вывозу мусора, очистке дорог от снега, состоянию торговых объектов. Сейчас повышена должна быть ответственность за наведение порядка в городе. Потому что все-таки все люди отдыхают. Естественно, когда они отдыхают на рабочем месте, появляются дополнительные объемы отходов. Бытовые отходы, КГМ, люди в это время еще не просто отдыхают, они даже ремонты делают. Соответственно, все выносят на контейнер-площадь. Создается впечатление слабой уборки. Поэтому ездим, подсказываем, чтобы они это устраняли. Службы ЖКХ, у них такая ответственность. У них выходных не должно быть. Контроль со стороны руководства района за соблюдением чистоты и порядка в городских и сельских поселениях в дни каникул проходил в ежедневном режиме. Кроме этого, забот властям в первые дни Нового года добавила авария на канализационном коллекторе в сельском поселении Анискинское. Свод коллектора под землей в районе Анискинского карьера обрушился в нескольких местах и коммунальные службы работали без выходных. Глава района постоянно следил за ходом устранения последствий аварии, несколько раз сам выезжал на место. И так уже не первый год. Практика показывает, что и в праздничные дни в Щелковском районе ситуация остается под контролем. Так что праздники выдались насыщенными и с рабочей точки зрения. В привычный график вошли также энергично. Приступили к решению проблемы давно беспокоящей жителей. Работа Соборовского полигона должна быть приведена к нормативу. Такая задача поставлена и региональным правительством, и районными властями. Тем не менее, пока полигон не спешит выполнять инвестиционную программу. Соборовский полигон твердых коммунальных отходов, иными словами, свалка в сельском поселении Гревневское уже давно отравляет жизнь местным жителям. Неоднократно они обращались с просьбами закрыть злосчастную площадку для складирования мусора. Районные власти не раз выезжали на полигон, однако закрыть коммерческую структуру не так-то просто, даже несмотря на многочисленные нарушения. Работу полигона обсудили на специальном совещании с представителями Минэкологии Подмосковья. Руководство ООО «Экополигон» Щелкова встречу проигнорировало. Технология захоронения не удерживает никакой критики. Смуратно-свалочный газ отравляет воздух на много километров вокруг. Грунтовые воды заражены. Значит, у нас вот еще за полгода от жителей, на доброделы, все прочее, 40 обращений, которые мы, к сожалению, не можем закрыть. На данный момент в Московской области осталось 15 полигонов твердых коммунальных отходов, вместо ранее работавших 40. Министерством экологии разработана специальная инвестиционная программа, в рамках которой планируется привести к нормативу работу всех площадок, в том числе и в деревне Собурово. Сейчас ведется перепроектирование полигонов. Проекты будут предусматривать оборудование на полигонах и системы сбора и утилизации биогаза, системы сбора и очистки фильтрата. Это, наверное, тоже на втором месте стоит по показанию автоматического учета и контроля за объемом поступающих отходов. Такая система также позволит контролировать транспортные средства, которые заезжают на полигон. Помимо этого, планируется оборудовать площадку видеосвязи, установить освещение, пункты мойки автотранспорта. В министерстве уверены, данные меры позволят снизить негативное воздействие на окружающую среду. Как правило, сроки по реализации этих мероприятий не превышают одного-двух лет. В частности, по Собурово, там, по-моему, до конца 2018 года практически все эти мероприятия должны быть реализованы. Закрытие и рекультивация полигона произойдет после того, как площадка исчерпает свои проектные мощности. Контроль за исполнением требований руководством полигона будет осуществляться совместно с Министерством экологии. В ближайшее время запланировано совместное совещание на базе Министерства с представителями администрации района и ООО «Экополигон Щелково». Надеемся, что на это совещание руководство полигона все же найдет возможность прийти. Продолжаем программу. Социальная сфера Щелковского района достигла новых высот. Итоги работы в 2017 году в отраслях образования, культуры, спорта, молодежной политики и социальной защиты в январе традиционно подвели на ежегодном собрании. 115 руководителей учреждений, педагогов, тренеров получили почетные грамоты и благодарственные письма. Церемония награждения продолжалась без перерыва 40 минут. Социальная сфера Щелковского района достигла новых высот. На ежегодном собрании в районной администрации подвели итоги работы отрасли в 2017 году. В прошлом году в районе ввели в эксплуатацию три детских сада, капитально отремонтировали и переустроили семь групп в четырех учреждениях. Охват малышей дошкольным образованием за год вырос более чем в полтора раза. Количество детей постоянно растет. Чтобы успевать за рождаемостью требуется строить детские сады и ясли. Сегодня стоит новая задача ясли. Президент уже поставил эту задачу и уже над ней работаем. Потому что объявлено было всем недавно Дмитрий Анатольевич Медведев, что 85 миллиардов рублей в этом же году выделено. Детский сад номер 59 «Золотая рыбка» признан лучшим в районе. Входят в первую десятку в Московской области. В двух его корпусах обучаются 465 малышей. Успехи заместителя заведующего по воспитательно-методической работе Александра Филатова отмечены благодарностью главы района. Преобладающим это стало достижение не только наших сотрудников, педагогов, но и воспитанников. Это охват детей платными образовательными услугами. Это оценка нашей деятельности родителями воспитанников. Достижением года стало открытие классов технического творчества. Еще в прошлом году дополнительные занятия посещали единицы. Сегодня охват детей достиг 60%. В Московской области этот показатель не превышает 50%. Набор класса компьютерной графики и дизайна, художественного фото, основки на режиссур и монтажа, предметного дизайна, цифровой фотографии ведется постоянно, а с недавних пор через интернет по единой перинатального центра. В 2017 году не без помощи опытных врачей в нем появились на свет 1019 малышей. За неполный январь 241. За массовое привлечение медицинских кадров в учреждения район удостоен премии губернатора «Прорыв года». Важным направлением в молодежной политике было и остается временное трудоустройство подростков. За 2017 год было доустроено 680 совершеннолетних в области от 14 до 18 лет. Из них 210 подростков из неполных и 102 подростков из многодетных семей. В сфере культуры Юрий Родионов назвал достижением в соответствии стандарту деятельности библиотек. Теперь их могут посещать люди с инвалидностью. Поэтому показатели район находятся в первой десятке муниципалитетов. Щелковский район подводит итоги работы социальной сферы в 2017 году. По ряду показателей муниципалитет вышел лидером в Московской области. Ну а центр ГТО Щелковского района признан лучшим на уровне Российской Федерации. Щелковский район вырвался вперед по темпам обеспеченности жителей спортивными залами 88% от полной потребности. В них по минутам расписаны соревнования и тренировки. Загруженность превысила 105,5%. По загруженности спортивной инфраструктуры в рейтинге 50 эффективности органов власти наш район на пятом месте в области. Тренер по футболу Александр Волосков за два года собрал вокруг себя 60 мальчишек, увлеченных популярной игрой. За организацию с нуля областного зимнего первенства спортшколы Александра на итоговом собрании отметили благодарностью главы района. Когда детишек маленьких приводят 6 лет, да, замечаешь, как они растут, как развиваются их спортивные достижения. То есть неумелые детишки, которые и двигаться толком не умеют, в перспективах вырастают настоящих футболистов. 115 руководителей учреждений, педагогов, тренеров получили почетные грамоты и благодарственные письма главы района и Московской областной думы. Церемония награждения продолжалась без перерыва 40 минут. У нас много главных достижений, есть разные достижения, но есть, я еще раз говорю, результат, который говорит о том, что вся социальная сфера это такая своеобразная гвардия гражданского общества Челского муниципального района. На него возлагается самая ответственная задача, самое ответственное поручение и самое главное, чем она занимается, это воспитывает человека будущего. Остается лишь пожелать работникам социальной сферы продуктивной работы, которая позволит добиваться все новых высот. Эффективную работу показало и Межмуниципальное управление МВД России Щелковская. За год уровень преступности снизился на 12%, а показатель раскрываемости преступлений увеличился до 56%. Результаты работы подразделения в январе обсудили на расширенном совещании. На страже порядка анализ оперативной деятельности за 17-й год результаты работы подразделений Межмуниципальным управлением МВД России и Щелковская обсудили на расширенном совещании. Традиционно оно началось с вручения удостоверения о присвоении четырем сотрудникам очередных званий и награждения благодарственными письмами и почетными грамотами за добросовестное выполнение служебных обязанностей. Деятельность Щелковского управления в Московской области на хорошем счету полицейские обеспечивали охрану правопорядка при проведении без малого 800 общественных мероприятий. Как отметил Дмитрий Рябов, в районе за год произошло снижение уровня преступности на 12% до 2612 преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. На 52% сократилось число убийств, уменьшилось количество краж, включая квартирные на 17%. Сдокументировано на 138% больше преступлений совершено в составе организованных преступных групп и преступных сообществ с 8 до 19. Возбуждено два уголовных дела в отношении лидеров преступной среды, оказывающих влияние на криминальную обстановку в районе. Полиции удалось вдвое сократить количество преступлений и превентивной направленности в пяти из семи территориальных подразделений полиции. На фоне снижения преступности основной показатель деятельности полиции процент раскрываемости преступление увеличился на 56% и достиг уровня областного показателя. Участились поимки злоумышленников. Самые тяжело расследуемые преступления по-прежнему остаются кража. В районе раскрыто 35 преступлений коррупционной направленности, совершенных в крупном размере, 4 случая получения взятки и 5 налоговых преступлений. По рейтингу Управление экономической направленности Щелковский отдел УБЭП занимает четвертое место в области. Профессиональные успехи, безусловно, были отмечены администрацией района. В наступившем году власти намерены сделать упор на развитие систем видеонаблюдения. Предложение уже отработано в Совете депутатов. На эти цели уже запланированы средства. Мы хотим открыть новый опорный пункт в полиции в Жигалово. И сейчас уже полностью на Координационном Совете было принято решение главой Щелковского района во всех новостроениях естественно будет открываться отомные пункты полиции. По итогам 2017 года Межмуниципальное управление МВД России Щелковское заняло 16 место и 47 управлений Подмосковья. Приоритетными задачами на 2018 год управление Щелковское это обеспечение безопасности в период проведения мартовских выборов чемпионата мира по футболу и предотвращение экстремизма в молодежной среде. Поговорим об образовании для этой сферы год начался продуктивно. В середине января после реконструкции был открыт новый корпус детского сада номер 15 колокольчик в микрорайоне Чкаловский. В старом здании отреставрирован фасад, заменена кровля и коммуникации. Масштабные ремонтные работы прошли внутри корпуса. Давайте оценим результат. Рады воспитанники детского сада номер 15 действительно большому событию. После реконструкции открывается корпус садика колокольчик. В течение двух месяцев продолжались работы по ремонту старого корпуса детсада. В итоге здание построенное еще в середине 20 века буквально преобразилось. Так, например, фасад был покрашен в жизнеутверждающий оранжевый и теперь радует взор воспитателей, родителей и, конечно, ребят. Делать добро всегда очень здорово. Когда это добро делается для детей, это вдвойне приятно и радостно. Мы очень любим наших детей и хотим, чтобы в этом новом садике им было более комфортно. А чтобы они почувствовали эту любовь, мы сегодня его откроем. В садике была отремонтирована кровля, вставлены новые оконные блоки, а заменены все коммуникации. Самые большие и необходимые преобразования произошли внутри здания. Реконструкция позволила расширить площадь помещений, которые, в свою очередь, выглядят совсем иначе после косметического ремонта. Здание было очень старым и очень нуждалось в ремонте, потому что здесь было вообще в том смысле, что и потолки провисали, и стены были уже не пойми какие, полы проваливались, и не было отдельных моечных даже для посуды у нас. Сейчас реконструкция прошла, то, что у нас сделали отдельное моечное в каждой группе, туалеты расширились, убрали лишние стены, и тем самым мы выиграли даже два кабинета, получается, маленький мини-зал, у нас нету здесь зала музыкального, для занятий, это на первом этаже у нас. Не только новые стены, но и обновленная обстановка в группы поступила современная и качественная мебель для малышей. Здесь, можно даже сказать, здесь была полная реконструкция. То, что мы в самом начале увидели, когда разобрали стены и поняли, что здесь работа на эти средства, которые были выделены, достаточно сложно будет выполнено. Тем не менее, строители молодцы, эту работу они выполнили. Всего в отремонтированный корпус детского садика будут ходить 120 ребят, из них 30 в ясельную группу, которую планируют открыть в соответствии с поручением президента Российской Федерации. Так, малышей в возрасте до 3 лет здесь начнут принимать с 1 сентября. Новый год только наступил, но родителям будущих первоклассников уже сейчас пора задуматься о начале следующего учебного года. Произошли изменения в порядке приема детей в школу. Подача заявления на обучение теперь осуществляется только через региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Важно! Для подачи документов в электронной форме родители должны быть зарегистрированы на региональном портале. Заявление же подается одним из законных представителей, после чего автоматизированная система присваивает ему номер. Также фиксируется точная дата и время направления. К заявлению необходимо приложить ряд документов. В случае отсутствия дома интернета или компьютера заявление в первый класс можно подать в МФЦ. Родитель один, законный представитель приходит в МФЦ по месту жительства и также подает заявление. А уже МФЦ на портале государственных муниципальных услуг это заявление также регистрирует, также присваивает номер этому заявлению. И уже с этим номером, с подлинниками документов родители в течение трех дней уже приходят в школу и у них принимается уже на бумажном носителе заявление и ребенок считается зачисленным в первый класс. Стоит отметить, что оригиналы документов в школу необходимо предоставить в течение трех рабочих дней после подачи заявления. Далее решение о зачислении ребенка в первый класс принимается в течение семи рабочих дней. Если классы первые в конкретной школе будут уже наполнены по количеству поданных заявлений, соответственно, регистрация будет закрываться. В этом случае что делать? В этом случае родителям надо будет обращаться в комитет по образованию и мы будем подыскивать для ребенка необходимую школу. Таким образом, с 1 февраля по 30 июня зачисление в школу осуществляется в соответствии с регистрацией по месту жительства. Также через портал госуслуг можно регистрироваться тем родителям, которые ждут определенную школу это с 1 июля. Кто имеет льготы? Льготы имеют федеральные льготники по перечню, это традиционно военнослужащие, сотрудники полиции и так далее. Плюс еще регламент Московской области предусматривает исключение, то есть дети, чей брат или сестра уже учатся в данной школе, они также имеют привилегированное право для зачисления в первый класс. О важных датах в январе 100-летний юбилей отметила комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Щелковского района. Это люди, готовые в любое время дня и ночи поддержать семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Они помогают детям и подросткам в определенный момент сбившимся с пути, становясь их наставниками. Смотрите репортаж с праздничного мероприятия. 100 лет на страже детства. Юбилей отмечает комиссия по делам несовершеннолетних. Праздничное мероприятие состоялось в Щелковском районном культурном комплексе. Век назад в нашей стране был издан декрет, определивший курс государства на социальное воспитание детей и подростков. С тех пор комиссия по делам несовершеннолетних играет важнейшую роль в судьбе целых поколений. На сцене районного дворца культуры чествуют и награждают ветеранов и членов комиссии, специалистов, профильных служб, самодушных людей, чей труд так нелегок, но необходим. Ваш вклад в воспитание детей, вытаскивание их из непростой жизненной ситуации, стабилизации и направления их в правильном пути очень нужен. Хочу пожелать вам здоровья, счастья и чтобы, наверное, случилось в нашей жизни и в нашей стране так, чтобы у комиссии по делам несовершеннолетних было как можно меньше работы. Такая у них работа помогать людям, целым семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию по разным причинам, защищать права детей, предупреждать правонарушения. 30 декабря 2005 года принят закон о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Московской области. В соответствии с этим законом в администрации Щелковского муниципального района был создан отдел по делам несовершеннолетних, который обеспечивает деятельность комиссии. Комиссия готова в любое время дня и ночи прийти на помощь, когда кто-то в семье поссорился, подросток, ребенок поссорился с родителями, подростку кажется, что родители категорично его не слышат и не понимают, родителям кажется, что подросток уже вышел из-под контроля и тоже ничего не слышат, на это есть мы. Комиссия стала инициатором благотворительных акций «Соберем ребенка в школу» с теплом в сердце и многих других. Малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми в квартирах бесплатно устанавливаются датчики противопожарной сигнализации. Оказывается, поддержка и молодым семьям. Так, в канун юбилея комиссия по делам несовершеннолетних совместно с Щелковским отделением Красного Креста и общественной палатой поздравили семью Левашовых с прибавлением. На учете в Щелковской комиссии стоит 200 детей. Такое же количество ежегодно снимается с учета при постоянном росте численности местного населения. Около 400 семей, испытывающие трудности в воспитании детей, также находятся в поле зрения специалистов. Таким нам запомнится первый месяц 2018-го. Вектор развития района определен. А какие новости принесет нам февраль, увидим. Я и мои коллеги продолжим следить за главными событиями в Щелковском районе. В студии работала Олеся Богданова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин